20 наград и 8 национальных рекордов. Один из них взрослый. Такой улов белорусских тяжелоатлетов на двух континентальных форумах – молодежном и юниорском. Соревнования завершились в Румынии. Они являются рейтинговыми к Токио 2020. Им присвоены статусы серебряного и золотого уровня. Уже на старте чемпионата открыла счет медалям наша Людмила Псущеница. На весовой категории до 55 килограммов белорусская завоевала золото. В последний соревновательный день 20-летний супертяж Эдуард Зизюлин обновил национальный рекорд в толчке и закрепился на второй позиции итогового протокола. Серебро также у Геннадия Лаптева. Порадовали и юниоры. Чемпионом Европы стал Андрей Орленок, а вот Игорь Лоско в своем весе второй. Бронзовыми призерами стали Сергей Ширенков и Константин Куровский. Сегодня ребята возвратились на родину, где их встречали представители федерации, родные и друзья. Может быть я могла бы и больше, но так сложилось обстоятельство, что там нужно было поднимать вот именно столько. И я довольна самим выступлением. В своем коронном упражнении я взяла серебро, но это надо было так тактически. Но ехали целенаправленно, да, побеждать. Результатом доволен, поднял те же килограммы, что и на чемпионате мира. Поэтому это моя лучшая сумма на международных стартах. Будем готовиться дальше уже в следующий сезон. Готовимся на чемпионат Европы, который будет проходить в Москве. Также никто не отменял подготовку на Олимпийские игры. То есть пока еще не решено. Всего 20 медалей, 17 мужских, 3 женских. Результат очень хороший. Эти соревнования меня очень порадовали с точки зрения Парижа 24. Сезон для ребят не завершен. С 1 по 5 ноября Гродно примет очередной рейтинговый турнир серебряного уровня Александр Кап. На призы олимпийского чемпиона Александра Курловича. На помост выйдут все сильнейшие тяжелоатлеты страны. Продолжение следует...